Бисмиллахиаррахманааррахим Альхамдуллиллах Вассалату вассаламу аля Расуллиллах У аля алихи у асхабих аджмаин аммаба'ад Сурату Нас На этом уроке мы начинаем грамматический разбор сурат Аль-Нас Бисмиллахиаррахманааррахим Кули ауузу бираббин нас Скажи, я обращаюсь за защитой к Господу людей Кули это фиал амрин Глагол повеления, приказная форма глагола Мабниван аля сукуни С неизменяемым окончанием, с постоянным сукуном на конце У фаалу и у фааль, его действующее лицо, субъект действия Это домирун муссетрун фиихи вуджубан Скрытое в нем в обязательном порядке местомения Такдиру ха анта Так как в подобной форме единственное число мужского рода фааль Будет только скрытым в обязательном порядке местомением анта Мы говорим такдиру ха анта Скрытое в нем местомение это анта Глагол куль вместе со своим фаалем местомением анта Является джумлятун фиалиютун глагольным предложением Ибтида иятун начальным предложением То есть находится в начале И ему не предшествует что-либо, что могло бы предполагать для него место в падеже Поэтому мы говорим здесь Это предложение не имеет места в падеже Это фиалин мудалин глагол настоящего будущего времени Морфуан поставлен в состоянии арраф В изъявительное наклонение Почему литаджар рудихи миннан насоби вальджазм Так как он свободен от амилу, от факторов То есть ему не предшествует амил насоби или амилджазма У алямата рафахи признак состояния аррафа в этом глаголе Это Аддамут из-за хирату фи ахири Явная дама на его конце У фаалюха айва фааль Его действующее лицо Это Дамирун мустатирун фи хи вуджубан Скрытое в нем в обязательном порядке местомение То есть в подобном глаголе Сыгут аль мутакалим В форме первого лица Фаалим будет только скрытое местомение А не явное имя Тақдырху ана И этим скрытым местомением является местомение ана Валь фиуле маа фаалихи Глагол ауузу Вместе со своим фаалим местомением ана Все это Джумлятун фиалитун Глагольное предложение Фи махалли Насбин на месте Подъезжает нас мафуолим бихи Прямое дополнение Ли куль Для глагола куль Так называемое Йо ма куули л куль То есть сказанное Произносимое То есть если мы скажем Кули скажи Скажи что Скажи вот эти слова Ауузу бирабин нас И так далее Бираби Альба это харфу джарм Предлог родительного падежа Мабнив на алал кастре С неизменяемым окончанием С постоянной кастры на конце Естественно любой харф Предлог Не имеет места в падеже Так как он ему и не нужен Мы в суре Аннаба подробно поговорили об этом Значит если даже это не упоминается Мы знаем что Харф это Ла махалла ла хуминал ираб Не имеет места в падеже Рабби Это исман муджрурун бильба Имя поставленное предлогом родительный падежа Ба в родительный падеж В аламату джархи Признаком состояния Аль джархи в этом имени является Аль кастрат аз-захрату фи ахрихи Явное, видное, читаемое Или произносимое кастрат на его конце Валь джарру валь маджруру Харфу джарба И поставленное имя состояние Аль джархи имя Рабб Все это мутаалликани Связано То есть состоят в смысловой связке С глаголом ауду Это то, что некоторые называют Мафулин бихи гайру сарих Непрямое, косвенное дополнение Ва рабб Рабб это мудаф Имя рабб является мудафом Первым членом изофитного сочетания Изофитной конструкции Аннас это мудафун илейх Второй член изофитного сочетания Маджрурум биль мудафи Поставлен мудафом в состояние аль джар Ва аламату джархи признак состояния аль джар В этом имени является Аль касрату влахрату аля ахрихи Явная касра на его конце Дальше Маликин наси иллахин нас Малик бадаль мин Рабб Приложение замена имени Рабб Ва бадалил маджрури маджрурум мислю Приложение поставленного в состояние аль джар Имени так же как и оно будет в состоянии аль джар Ва аламату джархи признак состояния аль джар в этом имени это аль-касрату-захрату-фи-ахрихи, явная касра на его конце. Имя Малик является мудафом, а аль-наси это мудафун-илийя, второй член из ответного сочетания. Маджрурум биль-мудафи, поставлен мудафом, то есть именем Малик в состоянии аль-джар. Ва-аламуту-джарихи, аль-касрату-захрату-аля-ахрихи, признак состояния аль-джар в этом имени это явная касра на его конце. Ярабу-Иляхин-нас, грамматический разбор словосочетаний Иляхин-нас, точь-в-точь, такой же как у Маликин-нас. Так у нас Илях это Бадаль, то же приложение, а значит тоже будет в состоянии аль-джар. Иляха это мудаф, а нас это мудаф-илийхи, то есть ничего нового. Не будем повторять сказанное.